МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую тебя, зритель Универньюз, в студии Анны Глазуновой. И мы начинаем наш выпуск. Выиграй конкурсы, получи бюджетное место в КФУ. Что для этого нужно сделать? День здоровья провели в Казанском федеральном университете. Как американские санкции повлияют на российскую экономику? 9 апреля состоялось очередное заседание ректората. Повестка дня включила в себя подробности подготовки приемной кампании 2018 года. В частности, рассмотрели динамику приема в Институт физики, а также приема на странах, обучающихся в химические институты имени Бутлерова. Далее были рассмотрены изменения в структуре Выше школы журналистики, медиакоммуникации КФУ, создание нового ситуационного центра и благоприятной среды пребывания для иностранцев. Подробности с прошедшего заседания мы расскажем в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Всех школьников старших классов волнует один и тот же вопрос. Как получить заветное бюджетное место? Возможность обучиться бесплатно в Казанском федеральном университете предоставила телерадиокомпания «Татарстану. Новый век». Все подробности смотри в сюжете. У школьников появилась возможность обучиться в Казанском федеральном университете по направлению татарская журналистика совершенно бесплатно. Такой конкурс объявила телерадиокомпания «Татарстан. Новый век». По этому случаю прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов отвечал генеральный директор ТНВ Ильша Атаминов. С этого года Высшая школа журналистики и массовой коммуникации прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно. Все, бюджетные места кончились. Это, естественно, со всей остротой ставит перед нами вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении, особенно на национальном языке. Под хэштегом «Айдана ТНВ» стартовал конкурс на поиск талантливых выпускников средней общеобразовательной школы. Очень важная для работы журналистов, для подготовки будущих журналистов это конкретная практическая работа. Мое мнение, 80% практики, 20% теории. Так нужно готовить сегодня журналистов средств массовой коммуникации. В университете меня все устраивает, потому что есть университетское телевидение, с которым мы очень плотно сотрудничаем. Оно имеет постоянное вещание. Сейчас проходит активный прием заявок, который завершится уже 19 апреля. По итогам отбора участники пройдут три тура. Жюри будут смотреть на умение школьника раскрыть тему, представить свою точку зрения, грамотно задать вопрос и многое другое. Финалистами станут три человека, которым телеканал ТНВ полностью оплатит учебу. Генеральный директор ТНВ Эльша Атаминов предлагает подключиться к этому проекту другим средствам массовой информации, чтобы как можно больше школьников были подготовлены по направлению татарская журналистика. Сделаем татарскую группу. Но надо ее делать, понимаете, нельзя не делать. Если мы хотим, чтобы у нас существовала еще татароязычная пресса, чтобы у нас существовало татароязычный интернет, чтобы у нас существовало татароязычное телевидение, радио, газеты, нам нужны татарские журналисты. У участников конкурса есть реальная возможность получить шанс на бесплатное обучение в одном из ведущих вузов, а также после обучения стать полноправным сотрудником телеканала ТНВ. Мы ищем детей, которые тянутся к слову, отметил Эльша Атаминов на пресс-конференции. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Спортивное воспитание в Казанском университете наравне с наукой и образованием важнейшая составляющая в развитии достижений высоких целей. Хорошим подтверждением сказанного является прошедший в университете День здоровья. Как не ослабеть телом и духом и зарядиться энергией на неделю вперед, расскажет Аделя Шамилова. По уже сложившейся традиции, 7 апреля в КФУ была организована акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Всем желающим была предоставлена возможность принять участие в разнообразных спортивных мероприятиях. Главной целью акции является помощь студентам и преподавателям в выборе наиболее подходящего для них вида спортивной жизни. И очень отрадно, что наши выпускники, которые выпустились 10-15 лет назад, поддерживают спортивную форму, организовали команду легенды университета и выступают такой командой в соревнованиях. С самого утра в спортивном комплексе «Бустан» было не тихо. Такое спортивное мероприятие, как «Заплыв», ежегодно проводится в духе сохранения и поддержания спортивной университетской традиции. Тем временем в спортзалах КСК КФУ «Уникс» прошли мастер-классы по силовой аэробике и силовой подготовке, йоге, чесболу и еще многому другому. А вот среди девушек особой популярностью пользовалась секция по восточным танцам. Основная энергетика танца, она именно женская, теплая, мягкая. В День здоровья, мне кажется, это лучшее направление, которое можно было выбрать. Как отметили организаторы акции, День здоровья не только способствует физическому развитию, но и является действенным средством привлечения к здоровому образу жизни и повышению эмоционального состояния. Большую часть дня спортивные инструкторы прикладывали максимум усилий, чтобы студенты унесли с собой праздничное настроение и запас энергии на неделю вперед. Адель Шабелова, Ленар Твальтьяров, Универ-Ньюс. Международные махмутовские чтения, посвященные памяти Мирзы Махмутова, направленные на актуализацию наследия ученого, состоялись в Елабужском институте Казанского федерального университета. Подробности далее. В Елабужском институте КФУ состоялось открытие седьмых международных махмутовских чтений, посвященных памяти Мирзы Махмутова, одного из основателей проблемного обучения в России. В работе седьмых махмутовских чтений приняли участие более ста гостей из Татарстана, России, Белоруссии, Австрии и США. Участие в мероприятии принял министр образования Республики Татарстан. По его трудам можно судить, насколько они актуальны сегодня, и я думаю, что они не потеряют актуальность и завтра, и послезавтра, а будут, наверное, еще более востребованы. Международные махмутовские чтения уже давно стали достойной площадкой для обмена педагогическим опытом и становлением новых идей в сфере образования. Учтения должны всегда в курсе событий, всегда быть в теме. В этом смысле Мирзович Махмутов – человек уникальный, который предвосхитил многие тенденции развития образования, педагогическим образом, прежде всего. После выступления министр рассмотрел учебные аудитории и научные лаборатории Елабужского института Казанского федерального университета. Международный форум объединил единомышленников и дал толчок новым идеям, став достойной площадкой для обмена педагогическим опытом. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Айдар Салихов, Денис Сипайлов, Универньюз. Кремлевский список, новые санкции, обвал акций – страшные слова для всех нас. Но так ли все опасно на самом деле? Подробнее расскажет Олег Кашин. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 6 апреля объявило о введении новых санкций против россиян, фигурирующих в так называемом «кремлевском списке». Кроме этого, под санкции попал ряд российских компаний. На открытии торгов 9 апреля акции компании «Русал» обвалились на 41% на бирже в Гонконге. «Русал» – один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Сама компания принадлежит энергетическому холдингу EN+, ценные бумаги которого также падают в цене. Холдинг EN+, принадлежит фигуранту кремлевского списка Олегу Дерипаске. Компания сообщила о рисках дефолта. На рынке могут возникнуть сбои по поставкам алюминия. Невольно встает вопрос, как такие события коснутся не только экономики, но и обычных граждан нашей страны. Если компания несет убытки, то первым делом принимается решение сократить расходы. От «Русала» зависит гигантское количество поставщиков и целые моногорода, где люди могут потерять работу. Проблемы компаний будут влиять на возможности их производства дальнейшего. И может быть действительно и сокращение рабочих мест, и сокращение объемов производства, зарплат. Это возможно, да. Для всей страны это может быть и несущественно, но для работников компаний, да, это может быть. Потребление алюминия мировым рынком в любом случае не изменится. Если США перестанет покупать алюминий у России, то товар будет продаваться на восток. Если американцы перестанут покупать наш алюминий, значит они начнут покупать его где-то еще. Значит какие-то объемы алюминия они все равно с рынка заберут. И мы их можем заметить. Не на, допустим, американском рынке, так на китайском, или на европейском, или еще на каком-то. Но совокупное потребление измеря и совокупное производство от этого не изменится. Конечно, изменятся логистические потоки. Уже сейчас в различных телеграм-каналах появляется информация о том, что в правительстве рассмотрят возможность национализации «Русала». Но есть и другие варианты, как можно улучшить положение компании. Например, это покупка «Русала» дочерними структурами Роснефти, досрочное погашение кредитов Сбербанком, или же создание консорциума инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Аля Кашин, Универньюз. На этом у меня все. Не пропускай наши выпуски. Следи за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Продолжение следует...